Давайте проголимся. Господь и Бог наш, благослови эти занятия. Не дай нам уклониться от правильного понимания божественных Твоих слов. Ни направо, ни налево. Прибудь с нами и в этот благодатный вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Юля, микрофон выключите у себя, пожалуйста. Можете-то это сделать? Сейчас попробую. Попробуйте. Попробуйте. Прошу подождать. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 5 стих. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И служения различны, а Господь один и тот же толкование. Упомянул и о Сыне, как подателе благ. Сказал о служениях, дабы более утешить скорбящего. Ибо, услышав слово «дар» и получив меньше, он мог скорбеть о том, что обделен в даровании. Но, слышав о служении, не так, ибо оно указывает на труд и пот. Что же ты скорбишь, когда Он другим повелел трудиться больше, а тебя пощадил? Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 6 стих. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Толкование. Здесь упомянул и об Отце, который производит действия во всех верующих. И вот тебе, совершенная Троица, дарование же и действия, и служение, суть одно и то же. Хотя и разница в названиях, ибо равно дается и Духам, и Сынам, и Отцам. Заметьте то, что прежде упомянул о Духе, а об Отце в конце. Это для всех, которые слишком разборчивы в порядке. Итак, пока вопросы есть, как вроде все понятно. Первое, Каинфянам, 12.7. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Толкование. Дабы кто не сказал, что же, если один и тот же Господь, и один и тот же Дух, и один и тот же Бог, но я-то получил меньше, предупреждая это, говорит, для тебя это было полезно. Проявлением Духа называют чудеса, ибо из них ясно было, что Дух обитает в крестившихся. Что же ты скорбишь? Больше или меньше ли у тебя дарования? Видно, что ты имеешь Духа. О чем же тебе заботиться? Вопросы? Игнат Тихонович, есть что тут добавить? Если мы ничего не делаем, то и добавлять не еще. А если добавляем, то нам некогда будет подглядывать за другими. Вот и все. Первое, Каинфянам, 12.8. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом толкованием. Какое имел Иоанн Богослов, так же и сам Павел. Заметь, и то, что о Духе употреблен здесь предлог через, другому слово знания, тем же Духом. Какое имели многие из верующих, сами имевшие знания, но других научить не могшие. Ибо мудрость учит, будучи некоторой ясностью, так как она обнаруживает и сокровенное. везде упоминает об одном и том же Духе, чтобы утешить, как много раз говорено того, кто получил меньше. Мне часто приходилось встречать людей, которые говорили о себе. Я, говорит, все понимаю, а объяснить не могу. То есть вот нету дара вот этого мудрости, дара учительства. Да, дар знания есть, а дара мудрости нету, который мог бы этим знанием поделиться. И поэтому вот одним и тем же Духом, а одному. Один дар, другому другой дар. И вот дальше мы будем читать и изучать, что же получилось из этого. 1 Корифон 12.9 Иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом. Толкование. Вера не в догматы, но в чудо действенное, которое и горы переставляет. Матфея 7.20 Дар исцелять всякую болезнь и всякую немощь. Ну, про горы переставлять не запомнилось. Игнать Тихонич рассказывал, как одна женщина молилась, прочитала в Евангелии, что может горы переставлять. А горы тень давали, закрывали и помидоры-то. Игнать Тихонич, расскажите. Ну, и говорили, и упрекнули даже. Вот если бы молились, так и горы бы двигали. А я от горы все время тень падал, а там деревья большие. И в огороде плохо растет. Но она решила все-таки испытать. Крепко молилась этот день. А утром встала, потихоньку шторочку открыла, глянула, гора стоит она. А я ей так и знал, а никуда она не денется. Он говорит, знаю, а сказать не могу. Это как студент во время сдачи сессии. Профессор спрашивает, что такое H2SO4. Он на языке крутится, говорит, сказать не могу. Профессор, скорее сплюнь, говорит, это серная кислота. Вот такая мудрость. Первая коринфянам 12.10. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Толкование. Такой мог и наказать непокорных, как, например, Павел поразил и лиму слепотой. Деяние 13.11. А Петр, она не поразил смертью. Деяние 5 глава 3.5 стих. Получивший дарование исцелений, не мог совершать этого. Иному пророчество, иному развлечения духов. То есть способность знать, кто духовен, а кто не духовен. Кто пророк, а кто обольститель. Дар языков у коринфян был в изобилии. Им-то они более и превозносились, так как он первый дан апостолам и потому почитался важнейшим прочим. Но это не так. Ибо дарование учительства, важнее и истолкование языков, важнее, нежели дар просто говорить на языках. Ну и действительно, дары даются на пользу ближнему. Мы 7 стих считаем. 1 коринфянам 12.7. Но каждому дается проявление духа на пользу. То есть, если человек говорит на языках, а истолковать не может, и его не понимают, но пользы-то нету, что он говорит-то. И действительно, что этим даром превозноситься? Поэтому, говорит, если нет толкователя, то и молчи. Молчи. Пользы-то не будет никакой. Ну вот сегодня секта пятидесятников. Как раз они берут деяния второго, вторая глава, и о них лучше Игнать Тихонович расскажет, он с ними знаком. Да, я близко знаком. Для меня их дом, духовная родина. Я там впервые получил Библию. А они, у них главный грех это блуд, самый настоящий, прозаический. И ложь. Вот, если сказал ложь, он упертый, уже никогда не уйдет. Он уже будет день и дождь столмить, что земля плоская, не земной шар. Их нельзя сдвинуть с места совершенно. Но я к примеру просто говорю. Вот пришел к ним на богослужение, как они понимают. Глеб, Глеб говорю, Олег Стеняев. Он был в это время, кажется, в армии. Он сам рассказывает. Ну и я как уже начинал заниматься еврейским-то языком. И решил прочитать еврейскую молитву за упокой. А в умершем-то? Как они взгомозились, говорит, что брат наш пришел и давай переводить. Он говорит, да нет так, там написано вот так. Я просто прочитал, нет, брат, это великое дарование передано. И они начали там восхвалять себя, что сказано, что лучше вроде нас никого нет на земле. Я вот был у них, они как малые дети. Вот пресс-фитер кончили молиться, а если горгачат, то все вместе, как гуси, когда гонишь их, хворостины. И ни один не толкует, ничего он не может толковать. Нет удара, он не от Бога, это бормотание-то. Жена пресс-фитера, фута, фатер, фатер, мутер, мутер, уйди, 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 уйди. Потом говорят, приди, 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 приди. Я говорю, Леня, ну неужели же это от Бога? Да я ей говорил, ну Лида, ну че что-то так-то. Ну а как так, если ей дано? Вот у нас водит, в Вале приходит барышня кого-то. Ну мы как-то поехали, среди таких были. Ну она пошла с их девочкой, такая же, лет по 18-16, и говорит, а ты могла бы на вокзале вот так сейчас начать молиться? Она говорит, могу. Но он говорит, нельзя. Почему? Мне тогда не остановиться, меня милиция заберет. Духи пророческие повинуются. Повинуются, а они и не повинуются. Нет толкователя молчи, тут не о пророчестве говорится, и ни одного толкователя нет, и горгачат, и все. А зачем они нужны? Они нужны были языки до 3 века, пока христианство не распространилось по всем странам. Они ничего не понимают совершенно. А если какой грех бы не сделал? А то Дух Святой сказал, я и сделал. То есть у них любая хула, безумие, все на Духа Святого. У нас один приехал, уже старец, и говорит, он где-то там был у них, но он из баптистов, их посещал. Там, говорит, такое безумие, потом вышел пресмитер, как он называет его, постоял маленько, не знает, что сказать, и интернационал запел и пошел на капитры прямо. И Дух сказал там через кого-то, что нужно идти вот в такое-то место, такого-то числа, в такое-то время. И там будет восхищение церкви. Но они полезут там до города, там туман, по одному вперед, и на дне ущелья только найдут. И одна девочка лет 13 задом, задом-то как-то сползла оттуда, то и все рассказала. То есть у них вообще даже не... это сумасшедший дом. Самое большое количество, процент поступающих в психиатрические больницы именно из них. Не из баптистов, не из православных. Ну что тут доказывают-то? Как можно подражать, если не дано? Вот дар мудрости, там написано, и знание. Знание он для себя может сказать. А можно выпросить дар мудрости? Я не знаю, выпросить как, но просить нам разрешено. И вот у них вот тут будем считать дар вспоможения. Ну что не вспоможение-то? Я говорю, а что это такое дар? Ну это вот, когда духа не может получить-то. И тогда есть такие люди, которые помогают получить. Ну а такой жил там Балашова. К нему поехали. Поехали, она встала на колени, говорит, ты говори, дух приди, дух приди, дух приди, дух приди, чтобы язык заплетался. Она встала и говорит, там уже пожилая. У нее язык-то стал спотыкаться. Я говорю, остановилась, передохнула, а он над ней стоит, руки протянул и держит над головой. Я сказала, Господи, дай мне духа святого. Он сразу руки убрал, говорит, все, ничего не получишь. Ну какого духа-то? Неужели же непонятно-то? Я говорю то, что на практике было. Вот мы приезжаем в Ригу, постучали, у них это собрание, но они там тайно собирались, сразу замолкли. Ну мы пароль назвали им, зашли, стали молиться. Вот как один, горготят, но пресс-фитер, как называется, который толкнул одну, и как по цепочке, и все замолкло. То есть иногда у них бывает под контролем, но ничего нет. Брат, а какое слово? Окончится, когда служение. Пресс-фитер говорит, у тебя был в Тальменке, у них там община есть, ну немного, там человек 10 примерно, а какое было видение, откровение от Бога? Одна голову потупила, он уже знает, как должны вести себя. Сестра, я вижу у вас особо смиренный дух, такой, наверное, видение было, да, видела, видела, а что ты видел? Да неудобно сказать как-то. Сестра, но Бог открыл, говорит, ну это вот, нас мало, а я смотрю в один угол, там вверху, а там много людей, я посмотрел в другую сторону, тоже много. Садись, сестра, вот видите, нас мало, но нас много. Вот как. И поэтому любой, любую глупость сварганит, и ты должен принимать, как от Духа Святого. Про баптистов это уже не скажешь, у тебя все здраво, ну не считая, что нет у них рукоположения. Здравое, проповеди говорят, когда все у них нормально, потому что они это отрицают, считают, что это не от Бога. Итак. Все. Все кончилось. Планету или что-то? Отошел. Бл... Так. Продолжаем. Первое. Коринфянам 12.11. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Толкование. Опять предлагает то же утешение, то есть, что все производит один и тот же Дух, «Особенно же заграждает уста тому, кто недоволен своему делом, ибо говорит, как ему угодно». Ему с большой буквы, то есть Духу, так и творит. Кто же ты такой, что недоволен? Заметь, это изречение и против восставших на Духа, ибо Он действует не как Ему повелено, но как Ему угодно, посему Он Дух, Владыка и Бог, и действует, как и Отец, производящий все во всех. В этом читаем выше в стихе 6. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Первое. Коринфянам 12.2. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос». Толкование. «И примером тело утешает скорбящего о меньшем даровании, доказывая ему, что он не обделен, «Ибо как тело есть и единое, и многое, потому что имеет члены, так и члены, суть многие, и едино, потому что все вместе составляют едино тело». «Где же различия, где большее, где меньшее, ибо все едино? Так говорит и Христос, то есть Церковь Христова. Поскольку Христос есть глава Церкви, то именем главы назвал Церковь. «Ибо как тело и голова есть один человек, так зная, что и Церковь, и Христос, как тело и голова, суть едина, вместо Церкви поставил имя Христа». «И так говорит, что в Церкви, хотя она слагается из разных членов, все мы составляем нечто единое». Первое, конечно, на 12-13. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и елины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». Толкование. Теперь показывает, как Церковь подобно примеру одного тела и говорит «Все мы и я, Павел, одним и тем же Духом крестились в одно тело». То есть, дабы быть одним телом. «Ибо мы крестились не иным Духом ты, а я иным, но одним и тем же. Посему и я не имею ничего большего в сравнении с тобой. Ибо мы крестились в одно тело, то есть, дабы быть одним телом иудеям, и еллинам, и рабам, и свободным. Если же бывших столь далекими дух соединил, тем более после того, как стали едино, мы не должны скорбеть, хотя и есть некоторое различие между нами. Кажется, он говорит о духовной трапезе, о хлебе и вине, ибо словами «Дух, напоивший нас, указал на то и другое, на кровь и на плоть». Два слова с большой буквы. Впрочем, ближе к истине он говорит здесь о происшествии к нам Духа, совершившемся во время крещения прежде причащения святых тайн. Сказал «Напоены, заимствовав образ от деревьев, орошенных одним и тем же источником». Итак, один Дух напоил нас и оросил, и соделал единым телом. Вопросы. Продолжаем. 1 Коринфянам, 12 глава, 14 стих. «Тело же не из одного члена, но из многих». Толкование. «Не удивляйся, — говорит, — что при таком множестве мы — едино тело, ибо в человеческом теле при многих членах можно найти одно тело». 1 Коринфянам, 12 глава, 15-16 стих. «Если нога скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу?» И если ухо скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?» Толкование. Представляет члены тела говорящими и ропщущими на то, что они умолены пред прочими членами, для того, чтобы, доказав безрассудность ропота членов, обличить их, которые в церкви ропщут на то, что есть некоторые больше их. Выставляют два крайние члена – ногу и ухо. И ногу представляют, говорящую не с глазом, но с рукой, которая немного преимуществует пред нею. Ухо же представляют, говорящим с глазом, ибо мы всегда завидуем обыкновенно не тем, которые весьма превосходят нас, но тем, которые немного выше нас. Итак, говорит, если нога скажет, что я не часть тела, потому что не занимаю среднего места, как рука, но ниже всех нахожусь, неужели посему, то есть потому, что она не рука, не принадлежит она к телу? Ибо быть или не быть ей членом тела зависит не от места, а от того, соединена она или не соединена она с телом. Равным образом, если и ухо скажет, так как я не глаз, то вовсе отказываюсь быть частью или членом тела. Все равно останется на месте определенном ему в начале и будет выполнять свое назначение. Так и ты, получивший, по твоему мнению, меньшее дарование, не рабщи, ибо ты член церкви Христовой, хотя и низшее получил место. Но когда сам отделишься от церкви и разорвешь союз свой с нею, тогда ты уже не будешь членом. Итак, если скажешь быть членом церкви, простите, итак, если желаешь быть членом церкви, храни единение с нею. Вопросы? Ну вот, вопрос может возникнуть такой, то есть, тело, сейчас говорим о теле, и церковь. И церковь Христова названа телом Христовым, Христос глава. А где эти границы тела? Где? Рука, нога, как узнать, принадлежит человек церкви или не принадлежит? Член церкви или не член церкви? Баптисты называют себя церковью, адвентисты церковью. Харизматы тоже церковь. Все они говорят, мы ходим в церковь. А церковь ли они? И где эти границы? Как узнать? Соединены ли они со Христом? Кто знает, может ответить на этот вопрос. Ну, Игнат Тихонович, расскажите... Просто так ставить, соединены ли со Христом, я считаю, это не... Каждый может сказать, да и не стоит, потому что тут задействован Христос. Соединены не с нами, с православными, а со Христом. Вопрос-то вот как стоит. И поэтому на этот вопрос может ответить только Христос. Чтобы меня правильно поняли, я поясняю. Я говорю, да, Дух Святой их наставил, что они признали Иисуса Господом. Так а спасутся или нет? А вот этого я не знаю. Это суд Божий покажет. Никак не судите прежде времени. Но так как нет у них епископата, рукоположенного от апостольских времен, херотонии непрерывной, то нет ни одного таинства, ни причастия, ни правильного крещения. Ну, а без этого спасения нет. Ну, вы же сами сказали нет. Я говорю, вообще нету о неконкретном человеке. Многое может быть рассмотрено не так, как мы думаем, что о чем какие-то тонкости не сказаны. И поэтому здесь, ну, надо иметь общение. Видите их, говорите им. Бывает, они не слышали. Скажешь, и они сразу приняли. Вот мне сколько пишут в интернете. Там, мы первый раз от вас услышали. Мы муж с живой там уже ребятишек покрестили. Все отошли от баптистов. Поняли, что это еле, секта. Ну, там просят еще книги выслать. Мужчина начинает ближе быть к священникам. Теперь лежу уже священник. К священнику. Ну, я говорю, ты самое хорошее, что там имелся. Сохраняешь ли в себе и благодарен ли ты, что тебе именно баптисты-то указали на Христа? Они указали-то тебе не в сторону. Ну, правильно было? Правильно. Ну, так ты это-то всегда как-то добавляй. Это помогло мне найти Христа. А не так. Все там плохо. Но это неправильно будет. Надо быть очень внимательным в этих определениях. Вот они говорят не так. Сразу возьми, скажи раз, другой, да отойди и побольше помолись. А там будет видно. Вот. А они не могут сказать. Почему не могут? А давайте мы рассмотрим, что такое язык. Ну, то, чем мы говорим. А что такое ноги? Как прекрасны ноги благовестующих мир, благовестующих благое. Если священник никуда не ходит, не проповедует и стоит на одном месте в алтаре, а у них профессиональная болезнь, лопаются вены, значит, что-то непорядок. Как прекрасны ноги, а не лопнувшие. А руки? Свяжите руки и ноги и выбросьте во тьму кромешу. И что значит свяжите? Никаких веревок там не будет. Не будут надевать на руки обруч, это железное. А это означает, что человек лишен возможности творить благое дело, помогать, милостыню, людям помогать своим трудом. Вот каждый орган тела так и рассмотри. Глаз видеть. Видеть означает понимать. Я недавно одно выражение прочитал. Ну, светский писатель, Чингиз Айтматов говорит. Люди, говорят, больше ценят желудок свой, чем мозг. А почему? Потому что, говорят, если сидят что-то нехорошее, то его вырвет обратно, но желудок-то не принимают. А когда в голову всю жизнь дрянь всякую толкают, все это сводит. И думаешь, вот тебе мирской писатель. Да не простой мирской писатель, а герой социалистического труда. Наш батюшка, были еще два священника там во Фрунзе, теперь Бишкет называется. Ну и решили его посетить. Пришли. Он говорит, а кто вы такие? А они говорят, такие-то, такие-то. Он говорит, я вот начал сейчас писать про староверов. Ну, так материала не хватает. А батюшка говорит, а я из староверов. Он до того обрадовался. Говорит, вот надо же, сегодня только начало, и вы сразу пришли. С ним можно дело иметь. Он написал-то, смотри, плаха. Какой роман-то плаха. И когда его спрашивали в литературной газете, а почему вы главного героя-то выставили христианина, а не мусульманина? Он говорит, Магомед дал закон хороший. Но он это за грехи людей, говорит, не Магомед, а Христос. А там какой-то аристарх такой, вот когда показывают православные фильмы, притча там такой, недотепа один везде. То ему по глазу заехали, то еще что-то. Вот такие мы православные. Люди-то, которые в стороне-то, они же тоже разумные. Они приглядываются, как мы. Какое тело, какой глаз, какое ухо. Что ты слушаешь всякие басни-то? Ты слушай божественную. Гляжу другу раз, что попало слушают. Даже вот, которых я людей знаю-то. Ты время-то не трать на это. Иначе хорошего не будешь знать. Я говорю, ты Златоуста прочитал 12 того? Нет. Ну зачем ты считаешь вот эту, ну прям негожий совсем материал? Его никуда применить нельзя. Это художественный вымысел. Человеку-то мой не могу ни помолиться, ни поговорить. Ну Шухшин, он ни одного реального случая-то не описывает. Как я могу верить? Хороший роман. Ну настоящий романист был Шолохов Михаил Александрович. Нобелевскую премию получил. Но я для жизни-то ничего не могу взять. Ну может там Давыдов хороший факт говорил. У нас был один. В школе он все как-то считает факт. А то его перенял. Ну а дальше-то что? Ничего нету. С чужими бабами путаются. Полезли куда не надо. И губили всех. Нагульнов там. Богохульник. Нету образа. Ты считай божественные. Такие как у Достоевского. Ты там найдешь героя. Ну почти настоящего. Сарис Зосима. Какие он слова говорит. Ну можно же хорошую литературу. Я могу даже посоветовать. Достай Балавриани. Это Грузинская Академия Наука издавала. Яна Амоса Каменского. Как называют. Отец мировой педагогики. Да у нас православных-то сколько. Доктора Мартан Сена. Две книги о христианской нравственности. Их можно в интернете достать. Я так думаю. Я еще не пытался их. Но они у меня эти книги есть. Кому-то давал. Много книг очень хороших. И вот теперь ты определяй. Какой у тебя слух. Какие глаза. Какое обоняние. А мы говорят. Запах живительный для жизни. И смертоносный для смерти. Ты должен говорить так. Чтобы слова были приправлены солью. Дабы обратить человека. Не просто мямлить. Я вот сегодня слушал. Выступает патриарх. Давнешняя уже передача. Ну говорит. Голос поставленный. Какой у него тембр. Ну не со мной же плюгавым слушать-то. Ну говорит. И в конце я ничего не могу взять. Он вокруг да около. А охота сказать о позднере. О других. Которые выступают против. Не взорно. Ну вы не прямо скажи. Как апостолы. Когда молились. Говорят. Вот Понтия, Пилат и Ирод. Гонят церковь. Их молитва была. Они не боялись называть их. Никак нету. Я отошел от него. И ничего не запомнил даже. А бывает несколько слов сказанных. Прочитаешь. Они как припечатают тебя. Вот и все. Отошел. 1 Коринфянам. 12.18. Простите. 12.17. Если все тело глаз. То где слух. Или все слух. То где обоняние. Полкование. Поскольку помянул о глазе, о ноге, о ухе и руке. И выставил их рассуждающими о повышении и унижении. А через это Коринфянам опять естественно было прийти к печали, а не к утешению. То теперь показывает, что полезно и нужно, чтобы дарования были различные. Ибо если бы все тело было одним членом, где же были бы прочие члены? Не стыдно ли тебе отвергать столько членов и возвышать одного только себя? 1 Коринфянам. 12.8. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Сережа, ты считаешь 12.8, а на самом деле 18. И перед этим так же считал. Первую цифру опускаешь. Пожалуйста. Толкование. С великой силой заграждает уста их, когда говорит, что Бог восхотел. И каждому, в частности, члену определил свойственное место. Ибо это значит расположил. Ни нога, занимающая низшее место, не должна скорбеть, ибо так угодно было Богу, и для нее полезно именно то, чтобы помещаться внизу. Ни голова, находящаяся наверху, не должна превозноситься, ибо это от Бога, а не ее дело. Так и в церкви Бог поставил одного низко, что для него и полезно, а другого поставил высоко. Первый должен быть доволен, и последний не должен превозноситься. 1 Корифон, 12 глава, 19-20 стихи. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Толкование. Примечай мудрость. Заграждает им уста тем самым, что, казалось бы, порождало малодушие. То есть тем, что дарования различны и неравночестны. Ибо если бы не было различных членов, не было бы и единого тела. А если бы не было единого тела, не было бы и равночестия. Ныне же у всех есть равночестие, именно потому, что все соединяются в одно тело. От того, что есть различные члены, составляется единое тело. А от того, что тело едино, всем им принадлежит равная честь. По тому самому, что служит полноте единого тела. Ибо, говорит, членов много, а тело одно. Но, 1 Коринфянам, 12 глава, 21 стих. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или так же голова ногам, вы мне не нужны. Толкование. Укротив тех, которые имеют дарование меньшее, теперь обращает речь свою к тем, которые имеют дарование большее и превозносятся над не имеющими он их. Ибо, говорит, как глаз не может сказать прочим членам, вы мне не нужны, ибо при недостатке одного члена все тело несовершенно, Так и те, которые получили дарование большее, не могут превозноситься над теми, которые получили дарование меньшее. Ибо первые нуждаются в последних, так как они сами по себе не могут устроить церковь. Хорошо сказал, не может, ибо пожелать может и много, но на деле так не будет. Вопросы? Пойдем дальше. 1 Калифонам 12, глава 22-24 стихи. Продолжение следует. размерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, толкование. Теперь доказывает, что почитаемые меньшими членами и полезны, и необходимы, ибо они кажутся меньшими, а не на деле таковы. Ибо они кажутся меньшими, а не на деле таковы. Что же это за члены, казалось бы, слабейшие и бесчестнейшие, а между тем необходимые? Одни говорят, что это детородные члены, которые посчитаются бесчестными и неблагообразными, но столь необходимы, что без них нет и жизни. Им мы прилагаем и чести больше, ибо иной может быть наг всем телом, но не позволит оставить их обнаженными. Другие же слабейшими, но необходимыми членами называют глаза, ибо они, будучи малы и гораздо слабее против членов, весьма необходимы. Бесчестнейшими же и неблагообразными членами называют ноги. О глазах мы прилагаем большее попечение, потому что они слабые. Присматриваем и заботимся о ногах, хотя они занимают низкое место и кажутся бесчестными. Иной может в них, в сих словах, разумеет три порядка. Одни члены слабы и необходимы, например, глаза, другие бесчестные, например, ноги, иные неблагообразы, например, детородные члены. Дабы кто не сказал, что за причина прилагать попечение о неблагообразных и бесчестных членах, а благообразные оставлять небрежением. Мы, говорит, не презираем их, но они, будучи по природе своей благообразны, ни в чем не нуждаются от нас. Если не смесил и устроил единым, ибо смешиваемое становится единым, то воедином где же большее и меньшее? Не сказал неблагообразным или бесчестным, но менее совершенным, ибо по природе ни один член не безобразен или бесчестен. Мне совершенному, говорит, придал... Менее, 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 Менее совершенному, говорит, придал, придал большую честь. Итак, не скорби, ибо ты почтен больше других. Вот и причина. Да, бы не было разделения в теле, ибо если бы одни члены пользовались уходом и со стороны нашей, а другие были бы оставлены и без нашего попечения, то они разделились бы между собой, не будучи в силах поддерживать союз, а по разделению их и прочие члены пришли в расстройство по причине разделения в теле. Так и вы, удостоившиеся больших дарований, не превозноситесь над получившими меньшее, дабы по отделению их от вас и вам не потерпеть вреда. Вопросы? Можно я спрошу? Да, да. Возможно ли конкретно сказать, кто это во времена апостолов были такие меньшие, и кто сейчас меньший в наши времена? Потому что раньше были такие дарования, каких сейчас нет. Сейчас такое ощущение, вот как златоуст правильно сказал. Не надо большего желать, надо то, что есть. Я ничего там и не трогаю, оно из-за дел только и все улетело. Теперь еще есть дело. Нормально все шло. Ну, если она их подключит, она теперь будет вышибать. Что-то неладно. Я думаю, что самый первый признак это... Думаю, что самый первый признак это надо смотреть, всматриваться в окружающую тебя обстановку в церкви и смотреть, потому что церковь-то она же обширная, сколько приходов, сколько храмов. И в каждом храме свое. Вот. Если даже сосуд избранный, Бог наделил какими-то дарованиями, даром проповеди, то этот дар обязательно будет сиять на небосводе православной церкви. Мы будем слышать и увидим это. Кто говорит? То есть конкретно не скажешь. А если вкратце, то по делам, по жизни. Кто говорит? Сергей направь на Игоря, а то не видно ему. Ну он уже все сказал. Не направляется. Вы слышали вопрос, Игнать Михайлович? Нет, не слышал. У нас отключалось. Повтори их кратко. Вячеслав, повтори вопрос. Ну как сейчас-то к нашему времени отнести все? У кого какие... Кто меньше, у кого какие дарования? Сейчас почти никаких дарований нету ни у кого. А если посмотреть, вот дар проповеди или дар учительства, есть такие люди, но их вообще единицы. То есть получается, большинство у нас в церкви людей, которые вообще не имеют никаких дарований, что ли. Как Златоуст говорил, все больные, никто не может пособить лежащим. Ну дарования, дарования, ну это разное. Другой раз мы думаем, а это я просто делаю сам, а сам-то это бы не сделал. Дарования посещать больных. Это особая награда. По кого посетили, навестили. Посещать где-то, помогать в тюрьмах, может быть материалом или еще как-то. Вот мне Бог открывал, я с местной тюрьмой только 17 лет сотрудничал. Приносил туда приемники, выступал. Ну не каждого туда пустят. Но у тебя, может быть, есть другое. Поехать где-то поводиться с детьми, у другое много ребятишек. Она сидит дома, как клуня на сыплятах-то, и некуда сходить. А ты поговори, да. Вот у нас берут ребятишек, они там такие люди-то, ну никакие-то. И приводят сюда, к нам на богослужение. Они, как называют, гиперактивные. Ну сегодня вот на занятиях я зашел, Игорь Дыбунов вел занятие. Девочку взял, рядом посадил, сиди рядом, а ты смотри за ней. Все. Вот талант, талант возиться с детьми, не только со своими. Кому-то подсказать, кому-то утешение дать. А у другого таланта, как Феофил был, только плакать мог. И он вышел в историю житей, Феофил плачливый. Он что бы не услышал слезы и прославился. Есть люди, которые стали исповедниками, но это кому как дастся. Талантов очень много. Не только талант уборщицы в храме или за свечным прилавком стоять. Принять человека. Дары вспоможения. Какие вспоможения? Ну, помогают. Надо понимать, как вот собрать. Бывает, человек ходит, просит, не дает. А другого пошлют, он мигом деньги собрал. Ну, там где-то сообщили нам из Белоруссии, что храм сгорел-то. Но только объявили, и деньги пришли с разных сторон. Бывает, роженица. И надо особенно им помощь оказать. Как мама наша говорила, у нее 12 детей, о рожении было, о рождении. 10 живых детей. Что роженица, кажется, 2 недели ходит по краю могилы. Видишь, какие выражения были. Нужен уход, чтобы она лишний раз там не надсажалась. Это все талант. Бывает талант миротворца. Ссорятся везде. Но как этот человек пришел, полная тишина. Дарование, которое в блаженствах указано. Что Господь будет спрашивать? Напоили, накормили, приняли странников. Это все дарование. Сам по себе человек этого сделать не может. И поэтому эти таланты надо развивать. Вот у нас есть одна. Мы даем ей муки. Про нас, скажем. И пополам мешок. Половина я и половина нам. И мы за всю съемку в магазин даже ни разу не ходили. И она делает это с такой любовью. Такой хлеб вкусный-то. И не один год. Это же талант такой. А другой все время только ждет где-когда в праздники или что-то пообедать. А иной наоборот только разнести. Нуждающихся знают. И где кто болеет. Она там дежурит. У нас одна такая сестра. Она старшая сестра в общине избрана. Ну и в доме инвалидов там. Вдовина Анна. Она с детства была инвалид. И она у нее там в постели пропадала. И за другими ухаживала. В доме инвалидов. Похоронила одну. В ту же минуту буквально перекинулась на другого. Та умерла, она уже у другого. И все это делает, конечно, во славу Божию. Это талант. Ее просто ждут везде. Так что, дорогой Вячеслав, посмотри, какой у тебя талант. Отошел. 1 Коринфянам, 12 глава, 25 стихи. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Толкование. Мало говорит того, чтобы члены не разделялись. Но между ними должна быть большая любовь и согласие. И каждый должен заботиться и пищись о малом. И заботиться не просто, но одинаково. То есть, чтобы и малый пользовался попечением таким же, как и важный. Так, когда попадет колючка и вонзится в пяту ноги, все тело чувствует и заботится. Голова наклоняется, спина сгибается. Чрево и бедра стягиваются, глаза смотрят с большой заботливостью. Руки вынимают в занозу. Подобно бывает и с прочими членами. 1 Коринфянам 12 глава 26 стихи. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Ставится, славится ли один член, с ним радуются все члены. Полкование. Тесное единение делает бедствие и благополучие общими. Так, как мы сказали, при занозе пить ты все страдает. Наоборот, когда глава увенчивается, тогда и прочим членам слава и радость. Глаза бывают светлее и все тело кажется прекрасным. Вот, к слову сказать, о вопросе Вячеслава. Беда-то у нас в том, что люди, которые приходят в храм, не знают даже, как звать друг друга. Не говоря уже о дружбе, даже в мирской какой-то, которая есть у неверующих. Или, допустим, национально чеченцы, они, например, очень дружны, или друг за другом горой. А здесь, и поэтому эти слова-то и вызывают недоумение. А как сегодня? Ну и здесь святой отец прав, что духовная развалинка. И что кажется, что никакой жизни-то живой и нету, и дарований нету. Поэтому и надо тем, кто имеет дарование, не превозноситься, а служить ими, чтобы наставлять, чтобы и в других членах тоже. Игнат Тихонович всегда побеждает, ищите в себе дарование, либо молитесь, чтобы Господь вам на молитве открыл. Господи, чем я могу, какими дарованиями послужить Тебе, а равное и ближнему своему. Ну и вот и дары выше он и перечислял. Дары вспоможения, дары... Сегодня-то вот и не сказать, что там дары исцеления, там, таких вот у нас. Почему он есть? Нет, ну вот, допустим, я знаю, целитель Пантелейма, тогда было такое, потому что тебе его можно... Если сегодня есть такое, я сегодня такого не знаю, допустим, к которому бы там... Ну, к Матронушке там как будто бы идут, прилагаются к мощам, исцеляются, и по вере вашей добудут вам. Но опять это очень смахивает на язычество, на белую магизм. Поэтому... Вот тут... В живых, чтобы так вот к живому пришел, человеку только наставил, и душа твоя исцелилась от какого-то порука. Ну, садись, он даже так говорит, по тумбочку возьми. Так, вопросы по теме пока. Сергей Павлович, можно? Да, можно. Я просто место писания другое вспомнил. Написано, радуйся с радующимися, плащ с платящими. И в толковании сказано, что это совершенная душа. То есть, когда человек уже так себя настроил, то что вот... Бывает, что почему я, как говорится, докапывался до внутреннего человека, до себя, когда исследовал, почему я не могу радостно стать тем человеком, которому даны какие-то дарования? Почему порадовался бы за него, что вот он говорит проповедь хорошо, там хорошо благовествует, или там кому-то доброе дело хорошо помогает, а у меня наоборот. Как говорится, я начинаю противиться этому и так далее. То есть, я нашел корень, зависть. То есть, в этом все заключается. Ну, что у тебя этого нет, то ты завидовать начинаешь. Тут еще такое дело, что здесь, говорится, дар. У тебя этого не было, я ты знал. Копейки, говорит, зимой снега не выпросишь. А теперь последнее раздает. Он говорит, я никогда не думал, что во мне это есть. А как я стал молиться, и вдруг такие близкие стали люди, стал видеть нуждающихся. И не просто так, а время. Самое драгоценное, дороже денег, время. Я уделяю сейчас и молюсь за всех, кого знал или не знал, о ком слышал, кто нуждается, кто в путешествии. Это дар Бог открыл. Слово, говорит, связать не мог. Совершенно. И вдруг, говорит, стал говорить и проповедь, и люди стали желать слушать, что это дар, не твое. А когда природно это учился, ты тоже это дар. Ну, так развилось, что, ну, допустим, от родных ты имел, там, эти математические наклонности или музыкальные. А тут вообще, говорит, медведь на уши наступил. А сейчас руководит хором, и откуда открылось, говорит, сам не знаю. Или не знал языки никакие. Вообще не знал. И вдруг Бог дал знание языков. Не как-то он изучал. Практика хорошая. Теперь его послали туда, за границу, и он другим говорит о Христе, этим даром служит. Перевозчиком стал работать. То есть, если вокруг обернуться, то большое это можно дело сделать. Другой совсем ничего не может делать. А ты подскажи, направь, он будет делать и песни будет петь. Другой сам себе ни книгу не переплетет, ни дом не построит, не застеклит окно, все, к соседу бежит. Добегался, что жена ушла. Ты развеешь все таланты, какие ближе. А главное, это талант молитвы. Пост, молитва, милостыни. Вот триада. Все. Первое Коринфянам, 12 глава, 27 стих. И вы тело Христово, а порознь члены. Толкование. Дабы не сказали, как относится к нам пример тела и членов, говорит, и вы тело Христово и члены. Если же в теле человеческом не должно быть распри, то не тем ли более в теле Христовом? Поскольку же они только одни составляли полноту тела Христова, но верующие, сущие по всей вселенной, то прибавил. А порознь члены, хотя они и не составляли всего тела, однако были членами и при том порознь. Ибо в отношении к вашей церкви и вы тело Христово, как целая церковь, а по отношению к соборной церкви, сущей по всему миру, тело, которое состоит из повсеместных церквей и имеет главой Христа, вы члены, поскольку часть ее. Вопросы. 1 Коринфянам 12, 28. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Толкование. Бог поставил, как же ты противишься Богу. На первом месте ставит апостолов, потому что они раздаятели всех благ. На втором пророков, не ветхозаветных, ибо они пророчествовали о пришествии Христовом до Иоанна, Матфея 11, 13. Но тех, которые по пришествии Христовом пророчествовали в Новом Завете, каковы были дочери Филиппа, Агаф и множество других. Ибо сия благодать Духа была обильна в каждой церкви. Полагает счетом, во-первых, во-вторых, для того, чтобы, поставив на конце дар языков, смирить тех, которые превозносились им. Пророк все возвещает от Духа, а учитель и от себя, посему он третий. Силы и больных исцеляли, и противников наказывали, а дарование исцелений только врачевали, посему первые он поставляет выше последних. А прежде обоих сих по справедливости поставлен учитель, который учит делом и словом. То есть вспоможение слабым и управление или расположение братским имуществом. Хотя это зависит и от нашего старания, но он называет дарованием Божиими, убеждая нас быть благодарными и к нему взирать, а не превозноситься. Дар этот поставил последним, дабы смирить тех, которые тщеславились им. Час прошел, теперь можно вопросы задавать не по теме. Анатолий, Максим, Сергей, Роман, Вячеслав, Андрей. Нет вопросов? У тебя, брат, нет вопросов есть? Нет. Батюшка, все нормально? Все нормально? Да. Батюшка сейчас звонил из больницы. Все у него хорошо. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Толкование. Когда по порядку перечислены большие и меньшие дарования, им, естественно, было опечалиться. Посему тех, которые имели меньшие дарования, опять утешает. Что говорит тебе скорбеть, что ты не имеешь, может быть, дара пророчества? Представь себе, что у тебя есть то, чего нет у пророка, и что есть у того, того нет у этого. Для вас прилично и гораздо полезнее такое распределение даров, чтобы каждый нуждался ближним. Первое, Калифинам, 12 глава, 30-31 стих. Роман, телефон отключился у Романа. Так, микрофон он пишет, да и вообще его выбросило, походу. Сейчас его подключу назад, попробую. Что-то у вас видео тоже пропало почему-то, ну да ладно. Занято пишет что-то у Романа. Что-то со связью. Первое, Калифинам, 12 глава, 30-31 стихи. Все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Толкование. Тайно намекнул, что сами они виноваты, что получили меньшие дарования. Ибо словом, ревнуйте, требует старания с их стороны и большего стремления к духовному. По-гречески не сказано больших, но лучших, то есть полезнейших. Если вы решительно возривнуете о дарах, то вместе с всеми путями, на это указывает слово еще, я покажу вам один путь превосходнейший. То есть превосходный, который приводит ко всем дарам. Разумеет же, любовь. И вот о любви в 13 главе мы будем на следующем занятии разговаривать. Может, сегодня. Так, вопросов, как я понимаю, нет. Роман, видимо, что-то хотел и отключился. Сергей, можно вопрос не по теме? Да, да, час прошел, можно не по теме, да. Я вот хотел в книге притчи Соломоновых, в 21 главе, значит, 14 стих, говорит так. Так, подарок тайный потушает гнев. И дар в пазуху, через сильную ярость. Вот хотелось бы, чтобы кто-нибудь расширил вот это вот понятие. Подарок тайный потушает гнев. То есть не могу понять, как можно потушить гнев каким-то тайным подарком. Взятка, по-моему. Первое, что приходит в голову, подарок тайный. Ну, вообще-то тайный взятка-то она не... А, ну, если только с этой позиции. Ну, в другой стопы, а тайная почему? А как он узнает, что это от тебя взятка? Как он тогда гнев? Да, да, то есть вот непонятно. И дальше, вот, и дар в пазуху сильную ярость. То есть тоже для меня, как бы, ну, не знаю, непонятно. Для немощного не могу понять. Я тоже немощный. Поэтому давайте все у нас сильные. Ну, кто, Игнатий Тихонович, ответит, я думаю. Ну, кто бы сомневался, Игнатий Тихонович, растолкуйте нам немощным, что за пазуху и тайные дары, которые... Это одно и то же слово, только по-разному трактуется. Тайные есть. Из-за пазухи вынуть, чтобы никто не видел. Вот идет суд. И у крестьянина вся правда. Но у помельщика-то власть. И он тому пообещал. А судья его руку и тянет. Но этот крестьянин пошел, взял булыжник, завернул там в тряпку-то. И когда суд идет, он нет-нет, да поднимет и покажет. Судья раз посмотрел, другой. А что, говорит, с кем не бывает. Они на поле землю копают, бывает, что-то находят. И повернул, и стал уже... Ну, подарок-то уже тайный. Никто не видит. Ну, и вырешил в пользу крестьянина. А крестьянин-то хотел идти. Он его надогнал и говорит, что ты показывал? Он говорит, а почему ты в его сторону-то решал-то? А тут ему быка показывал. Говорит, бык поперек дороги встал-то. От богатого-то. А ты что показывал? Он развернул булыжник. Я показывал тебе, если будешь так судить, я башку-то проломлю. И он до того судил, довольный, что правильно судил. Вот. Вот большую ярость, когда на тебя кто-то что-то имеет. Вот эти потолочекам все выдавали-то. А соседка получила потолочекам мыло хозяйственное. Ну, и открыла, и этой подруге подала. У нас вот давали на работе, я дал. А у того нечем пеленки стержать. И они подружились сразу. Бывает, вот дать человеку что-то, но и тайно. Тайно, чтобы его не упрекали на этом-то, не напишут. И вот потушит большую ярость. И ему в пазуху положил, чтобы никто не видел-то. И он к тебе расположится. Это абсолютно везде так. Где бы ты ни был. Я уж не говорю о трудных местах, где нечего есть, и ты последним куском поделился. В моей жизни это было многократно. Он как лев. Злобный такой был. Тогда еще было в сумке, взял, все ему отдал. Так он обихаживал меня заступать сначала. Это Бог делает так. И поэтому все равно у тебя все отнимут. Время и смерть. Вот так и понимай. Ну, как бы все, пока вопросов нету. Ну, все-таки неразрешенный вопрос. Почему-то тайно она называется. Как он узнает, что это не учитывая тайна? Ну, тайна от людей. Почему ты решил? Тайна от людей. Теперь понятно. От людей тайна. Вот когда читаем мы, однажды Павел рассказывает, как он обратился. Второй раз рассказывает, совсем не так. Один раз говорит, шедшие со мной, никого не видели. А голос, говорит, слышали. А в другом месте, говорит, они не слышали голоса, а видели. А что видели-то? В одном случае он говорит, они слышали голос мой. Мой голос-то. А того, кто говорил со мной, они не слышали. А люди-то все относят к тому видению, которое Павел видел-то. А они, говорит, видели в другом месте. А что видели? Свет. Но не видели говорящего мне. Вот и все. Надо быть очень внимательным, слышанным. И Златоуст говорит, не пропустай малого слова. ибо там сокрыта мудрость и тайна. Вот. Я не знаю, как сейчас нынче, а вот старые люди, я с ними ездил когда, и вот сижу, и они говорят, что я записываю это ручкой. Такие слова говорят, до того интересные, ёмкие слова. Ну, представь себе, там на тебя нападает, есть такое выражение, наплевать да забыть. Понимаешь как? И больше ничего и не надо. Вот человек поверил в какую-то глупость, там, земля что плоская и прочее, а это, говорит, пословица, чёрт дал моду, да сам в воду. Вот и всё. Ты везде смотри, от кого это идёт, божье это или не божье, и вопросы сам себе задавай, а не кто-то. Для кого это выгодно всех держать? Кому выгодно-то в неведении-то, обдумывать, что не было космоса, люди не летали никуда. Кому от этого выгодно, если такую теорию-то проводить? Да никому не выгодно это. Выгодно только сатане, а порочить что? Никто не понимает ничего. Надо Бога славить всё время за исследования, которые люди ведут, за откровения, открытия хорошие. Сделали, а то теперь по скайпу можем говорить. А когда первые это начинали, как это было трудно, поношение было. А мы свободно сейчас пользуемся. Нас нападают, вот верующие тоже мне нашлись, а сами не вылазят из интернета. Не вылазим. Но так и есть, что мы пришли, с какими дарами. Сколько людей новых обратилось. Аудитория-то расширилась. Как? Мы даже молимся по скайпу. Сколько людей всё пристают, и пристают нам на молитву-то. Кто, если ещё не знает, мы каждое утро в 4.40 молимся. К Сергею Павловичу обратитесь, и он вас научит. Как? Каждое утро в 0 часов 40 минут Москвы. По-барнаульски это 4.40. Ну, 4.40 две минуты. Мы начинаем молиться. Люди не знают, как правильно кланяться. Что читать. И мы всё это делаем, и люди научаются. Вот и всё. Ещё можно вопрос? Пока нет. Если у других не будет, тогда разрешу. Ну, а то в прошлый раз кто-то не успел вопрос задать. Так, у какого-то другого есть вопросы? Не появились? Сергей, Сергей, меня слышно? Это роман. Да, да, роман, говори. По поводу членов церкви. То есть, и вот соотношение со словами, правда, я вот сейчас не могу найти их, где это написано, в каком месте. об общении. То есть, вы не имеете, вы имеете причастие только тогда, когда ходите в истине и имеете общение между собой. То есть, вот, между членами церкви, между собой общаются. Это вот соотносится с эти два местописания каким-то образом. А второе какое? Первое, то, что сейчас прочитали, что члены церкви мы все, да? А второе, что 1 Иоанна 1 глава 7 стих. Если же ходим во свете, подобно, как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Это имеете в виду? Да, да. Вот. Я думаю, да. Одно тело, один дух, одна вера, и одна тема для общения, и одна тема. Один вопрос. Я думаю, конечно, они пересекаются. Все писание Бога духновенное и полезно для научения наставления в праведности. Тоже видите, вот смотрите, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Впереди два условия. Первое условие. Если же ходим во свете, подобно как он во свете. Сегодня у нас был гимн во свете Библии, мы слушали, на собрании. И второе. Имеем общение друг с другом. А в других приходах даже друг друга, я говорю, не знаю, да как ходят, причащаются. Выводы направятся, что от греха не очищают. Поэтому и вопросы такие задают. А как так? Я причащаюсь, опять грешу, опять причащаюсь. Общения нету во свете не ходят, во свете Библии, во свете Христова. Все. Научения нет, общения друг с другом нет, обличения нет и очищения грехов нет. Потому что друг другу не полезны, друг друга не знают. А мы полезны друг другу. Сегодня с утра уже сколько обличений нам играть, Тихонич. Прям еще служба не началась, уже такую любовь оказалась. И сестрам, и братьям, и все. Где еще такое, я не знаю. Может быть. Слава Христу. Я думаю, что общение между собой имеется в виду духовное общение, духовное деление опытом, что впоследствии уже кросс Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Понятно, что не пустословие, что не симочки на лавочке щелкают. Естественно, впереди и говорится, ходим во свете, подобно, подобно, как он во свете, а он сказал, что за всякое пустое слово праздное придется дать ответ в день суда. Поэтому... Так, еще так, Роман, довольный ответом? Нет? Не слышите. Так, Андрей, задавай вопрос. Значит, также 21-я глава притчи Соломоновых тоже. Значит, вот 18-й стих. Выкупом будет за праведного нечестивого и за прямодушного лукавого. То есть, не понимаю, кому можно, как говорится, нечестивого и лукавого куда-то положить, якобы, за выкуп, чтобы оправдать праведного и прямодушного? Что я не понимаю, вот это слово выкупом для меня, ну, не понимаю... Еще раз, притча 18-я глава, да? Да, 21-я глава, 18-й стих. Угу, понятно. Игнать Тихонич, поняли вопрос, отключайте, пожалуйста. Слово выкуп означает, человек находится в плену, иначе зачем его выкупать? И вот бывает так, человек туда попал, его хозяин очень сильно любит и желает выкупить, а денег нет. И он вот этих негодяев двоих продает и эту цену дает за него, чтобы выкупить хорошего раба. Выкупом за него будут эти, которые сегодня они плясали, хохотали и не знали ничего. Они цены никакой не представляют. Конечно, за них настоящего не дадут. Есть такой епископ Павлин, Павлин, вот как называется, птица, павлин. Такие у нас есть имена, я попутно сказать, что вот Гури, Гури означает львенок, а лев прямо так львом называется, а этот павлин. И вот подошла одна матушка и плащет, у меня сына-то пленили эти и савряни, ну, турки, допустим. И вот я теперь осталась одна, он говорит, а где? Да вот, на базаре его сейчас продают, выкупить, выкуп просят за него. Кто пленил-то? В Стамбуле торгуют-то. Но у него ничего нет, епископ, денег-то нету, но все же пошел посмотреть-то. Подошел и юноша-то хороший, поговорил немного с ним, он и мать любит, и все, и его плен-то взяли, молодой, новобранец-то. Он хозяина дождался, когда пришел покупатель-то, продавец-то, и говорит, ты мог бы меня взять за него? Но он уже пожилой, говорит, а зачем ты мне нужен-то? Ты мне молодые, на работу нужны. Ну так я бы мог работать еще, а что ты умеешь? Ну я садовник, садовник, так мне хозяин, который послал меня продать работу, и говорит, найди мне садовника, сад-то хороший. Ну он его и купил, матери деньги подал, она подошла ему заплатила и выкупила, с сыном пошла домой. А его взяли, ты меня не заковывай, я никуда не убегу. Ну и в саду копается, говорит, там где с каким-то, а хозяин приглядывается к нему, но видит, он рано встает, молится по-своему, не так, как они молятся-то, а то уже христианское было время-то. И он однажды хозяин, он большим поместьем заведует, биография такая, житие, и подошел к нему и говорит, я вижу, ты непростой, к тебе люди обращаются за такими сложными вопросами, и ты так отмечаешь, они утешены уходят, я вижу, как слезы утирают. Кто ты такой? Ты не садовник, хотя ты садовод, я вижу, сильный, но вот ты кто-то другой. Он говорит, да вам зачем знать, я работаю и работаю. Он пристал к нему, нет, скажи, так зачем вам это знать, да вы купили меня для сада, я и работаю в саду, я тебе приказываю, говори. Он говорит, тогда не обессудь, хозяин, я тебе скажу, я противник твоей веры нечестивой, я не признаю это твое мусульманство, это обман, потому что кровь Христа ощущает от всякого греха, я христианин, и я епископ. Вот как? Так а что же я тебя держу? Знаешь, дорогой, как тебя звать-то? Павлин, ты свободно, иди куда хочешь, я боюсь тебя в плену держать-то. А он говорит, нет, я тебя полюбил, и жена твоя хорошая, и дети у тебя прекрасные, буду я у вас работать. И он работал, пока он всем семейством не обратился в христианство, и он их увел за собою. Вот такая прекрасная повесть. И поэтому трудись, ты раскрой свои таланты. У меня мальчишка один был, сын дьякона в лагере, и он, ну, ничего не умеет делать, ну, избалованный где-то. А сам долговязый такой, вот как пауки бывают с длинными ногами-то. А я у него взял фуражку, высоко на гвоздь повесил, а столб такой, сантиметров 20, все-то. А он, и те, из лагеря у нас, выйти за, если за ограду, то один горящий, то есть я его заведу отдельно и дерну его крапивой. Память пришиваю им. Но он понимает, выйти нельзя, поиграть нельзя. А как снять? Он спрашивает, а ты лезь. А как? Я показал, я сам полез, как бы ногами обхватываю, ну, мы с детства как обезьяны лазили там. Он полез и достал ее, слез, сел и заплакал. Я говорю, Саша, а что ты плачешь-то? Так я и не знал, что я умею лазить-то. Вот как мы будем плакать-то, что мы даже не знали, а ты начни, и получится. Что такое, пистолет отремонтировать? Да делать нечего, как братья Бодаренко говорит. А мужик один говорит, я никогда дуги не гнул, а первый раз согнул, не хуже, чем у юрославских мужиков получилось. Вот ты научись такие ласковые слова сказать. И таланты в тебе есть, обязательно. Потому что притча, хотя бы один талант есть. Бесталанных нету. Нету. Один может утешать. Вот плачут, никак не утешатся. Потеряли кормильца, авария была где-то. Этот человек пришел, утер всем слезы, стал говорить, тебя Бог не оставил. Все же ты сама осталась живая. А вот тут священник, он его, попадя, погибло-то. Ну ты сам живой. Все начали все это собирать. И утешили, и так постепенно все это притихло, и помолились вместе. Талантов много, особенно в православной вере. Не только, как вот я говорил с сектантами, а у них таланты такие, внешние. У нас глубинные таланты. Православие – это чистота. Я говорю о истинном православии. Это целомудрие, стыдливость. У другого такой талант, он говорит, от целомудренной жизни. Хорошо тебе замуж не выходить. Сейчас время-то последнее. Ты видишь, детей воспитать не дают. Тут именальная юстиция. Тебе сколько лет? Да уже 35. Ну, главный жар-то прогорел уже. Ну, зачем ты? Ты, Наташа, не выходи. Еще в этом нету. А будут они? Да еще родится коллегка какой-нибудь. Да муж еще тебя колотит. Тебе надо это? Нет. Ну, где ты хорошего найдешь. Братьев мало. И успокоила, утешила. И годы прошли. Прошли годы, и жизнь закончилась. Так она такая благодетельница. Где что? В другие деревни. Слякоть. Она в сапоге резиновые. Их две сестры такие, незамужние. Они себя посвятили на служение ближнему. Вот форпост фильм смотришь, и там, мать и мальчишки такие, маленькие, больные, там, с церебральным, там и прочее. И монахини ухаживают. А диктор говорит, вот они двое, не имеющие личной жизни. Как они нашли друг друга? На них смотреть-то приятно. Ты только маленько дальше-то раскинь умом, и ты увидишь, мы в море талантов плывем. И не знаем, их развивать надо, то есть в деле применять. А как развить? Ну, почему ты не отдал, чтобы с прибытием-то было? Другой бы от тебя научился, другой бы понес. Запечатали всех по монастырям-то. А теперь нигде ничего нету. Там пустыня. Макарь, египетский. Ни одного монастыря нету. Правда, где-то там, там, на задворках империи, говорит, сохранился один монастырь, тара этого, Герасима, у которого лев возил воду. И сколько там людей? Один. Один монах там живет, больше ничего. Ну, как считать-то его? У другого он, талант такой, он даже литургию служит, как огонь какой идет. Вот мы знали такого в Канте, это, в Казахстане. Отец Павел, там служил в Селище, фамилия его. Так меня просили многие записать литургию, я туда поехал и записал. Он, он служит не литургию, он с Богом разговаривает. Это литургия, он ни слова не пропускает. Но настолько у него проникновенно, и я эту пленку записал, а потом ее раскрутил по всей стране. И люди слушали. Это талант. Талант. Тут в любом деле куда-то не посмотри талант. Простую работу, но можно делать так, что в азарт входят люди. Понимаете как? Люби, любую работу какую, что делаете, написано, делайте как для Господа. Я вот печник, 40 лет печником был. Ну какая это работа? Сажа, глина, все время грязный. Но мне Бог дал талант делать это с любовью. И хозяева вокруг меня, ребятишки, все в глине, все подают, не сказать, там три кирпича подают. Я 40 лет жил в этой любви, в грязной. Печи почистить, сажа какая, я этого не вижу. Так людей в городе встретишь спустя 20 лет, и печь все еще топится, и они все еще тебя помнят. А у тебя другой талант. Ну, я уж никому говорю, будьте там печники, не каждый потянет, грязь одна до сажа. А бывает и попроще. Иные где-то в роддоме работают, помогают роженицам, слово утешение сказать. Если бы конкретно кто обратился, я бы вам сразу десятки выложил этих талантов. А то один талант только, какой, в хоре петь и уборщицу убирать в храме. Я иду с будущим митрополитом, архиепископ Едион был, Докукин. Знакомый, сейчас сами беседуем с ним, идем из храма. Я говорю, Владыка, чем я могу быть полезен? Ну, как, Игнати, вы же в храм ходите. Я говорю, хожу, а что тебе еще надо? Один талант, чтобы ходили, столбами стояли, свечки покупали, ну, агарки тушили там, и больше ничего не надо. Другие таланты-то какие у нас есть? Видеть больных, духовно больных. Ты видел, согрешают, и не сказал. 3,18 из Икииля. Он погибнет, а его кровь я с тебя взыщу. Ты пойди и скажи. Не малонушествуй, чтобы я не поразил тебя. Иеремии, Бог говорит. Быть надо все время молиться о свободе, Господи. Чтобы быть свободным, не бояться сказать. Но прежде, чем сказать, ты много раз помолись Богу. Отошел. Говори. Игнатий Тихонович, у меня элементарный вопрос. У меня сосед, я устал ему говорить замечания по поводу мата. Ну, невозможно. Я уже порядка 10 раз сказал. Вот по левой стороне сосед, нормально, он принял, как бы при виде меня не ругается. А вот с правой стороны сосед от меня живет. Ну, как бы сначала вроде держится, а в дальнейшем опять начинает. И вот, ну, сколько раз говорил, ну, невозможно. Не понимает человек. И что делать? Ну, все время же ему, я только озлоблю его, но что с ним делать-то? Ну, у меня такое было. Не в один день. Заключенные сидим в одной камере. Допустим, 30 человек. И все видят, что я молюсь с утра до вечера. По полтора часа в пять раз становлюсь на молитву. Считаю псалтырь, с восьми до десяти проповедую. Все. И вот запускает нового. А я молюсь. Он заходит, а, там, старые его, там, колотые друзья, там, такие знакомые. О, Лешка, здорово! Эй, мать-перемать, да пошел ты на! Он сразу, так, мужик, ты свое грязное помело прикуйся. А сами матершинники все! Тут, а что такое? Ты видишь, у нас молится батюшка. Он за нас, за всех молится. Идут в суд, нам такие малые сроки дают. Все. Во всей камере ни один не матерится. А он не будет слушаться, о, там не будут разговаривать. По стенке размажут. Притом, на работе. Совершенно неверующий человек у нас, начальник. Вот я конкретно говорю, контора снабжения. Идут инженер и директор. И директор этот Иван Пантелеевич, Мироненко. Я подчеркиваю, О. Идет, и он, ну, такой мужик крутой-то. А секретарь ко мне подошла и говорит, вы сделайте вторую дверь от кабинета его. Я говорю, что, ну, материться по телефону невозможно. Ну, я взял там метр, пошел мерить, а сам в это время работает старший в охране. Он, а что это делаете? Я говорю, вторую дверь поставить-то, потому что сильно ругаетесь, вы материтесь, я говорю. Если бы я просто сказал, а то что еще? Какое право имеете мне указывать? Я говорю, такой стиль руководства партия давно осудила, еще при коммунистах было-то. я вижу, он не поддается. Я ему сказал, Иван Пантелеевич, я буду говорить выше, это негодица, женщины в бухгалтерии сидят, и он, но не на меня ругается-то. Я сразу в управление поехал, рассказал, в этот же день приехал партор, оттуда и меня вызвали. И при нем, при мне, он начал его осаживать. Тут надо знать, какие ходы. И тот голову опустил, вам надо ругаться, идите там, поезжайте на дачу и там поругайтесь. Я говорю, какими матами ругаешься, половыми органами, такие вырастут у тебя вместо груши-то. Ну, я теперь-то его как бы обидел, но мне надо примириться. Я вижу, а у него ботинки-то рассыпались. Я тогда взял валенки, принес ему, а что такое? Я говорю, наденьте пока, сидите за столбор, там обувь дайте, я их починю сейчас быстро. И все, он сразу все забыл. То есть, ну надо как-то маленько, ну гибкую линию надо держать-то. Вот, я его и приспалил. Я понял, я... Да, говори, Андрей. Я говорю, я... Ну, ну говорите. По каждому случаю не скажешь. Бывает, ну просто конкретный человек. Даже лекарства-то одному можно дать, а другому нельзя. Ну, у меня, по милости Божьей, с матами я боролся, не знаю как. Вот сидят они, мужики, под окнами, а у меня открыто, там магнитофоны крутятся, 10 магнитофонов, там такие вот, и форточка открыта. Я слышу матеряться. Ну, ругаются, на крышке. Ну, вот я выхожу. Я мимо прохожу, они один другого толкают. Не ругайся, видишь, вышел. То есть, они друг другу передают. Почему? Я их детей ловил, стаскивал с поездов, от милиции спасал. И отношение у них такое, они за меня горой стояли там. Это Бог так делает. Не то, что я хороший, но они видят, драка возникла с ножами. Я такой глупый в этих вопросах. Я в самую гущу втесался, и остановил драку эту. Так там жены-то как были, благодарны, не выскажи, со слезами, несут подарки тебе. Один раз в лесу встретились, и группа на группу. И увидели, что я там гуляю, и они сразу ко мне. Это вы в прошлый раз нас там примирили-то? Ну, я говорю, это Бог примирил. И они опять замирились там, на кладбище пришли счеты сводить. Но это уже Бог дает власть такую, как вот отец Арсений написано. Я просто делюсь, что я-то ни при чем здесь. Бог делает. Когда на суде я был, я спрашиваю, вернулся, как я на суде вел. Ой, вы так смело говорили. А я говорю, я со страха умирал, сидел. Но виду-то не подал. А зачем говорить? Да чтобы вы знали, что я трус. Трус, но Бог позволил нигде не покривить душою. Я не боюсь этого сказать. Самое плохое я себя рассказываю. Мне говорят, ты всех от себя отталкиваешь сам. Ну, я еще могу сделать. Давай-ка. Игнатий Ильич, то есть я правильно понял, вот в притчах, то есть вот это слово выкуп, оно относится исключительно к плену. Никакого духовного смысла здесь искать не нужно. Ну, мы должны поправку сделать на три тысячи лет, когда говорил Соломон. Три тысячи, это не три дня. Ясно, был рабовладельческий строй и такая ситуация. И главная это беда не война. Святые говорят, самое главное наказание плен. Война, где-то можно спрятаться, уйти, война пройдет, вернули своей стране. Ну, мало ли как, в войну-то можно тоже как-то, а в плену никак. Тебя увели, увезли там, как негров из Африки. И поэтому выкупом за него послужат вот эти нечестивцы. Он, хозяин двумя, чтобы выкупить хорошего рыба, он двех-трех отдаст за него. И он об этом говорит. Духовно тут ничего нету. Ну, это духовно, конечно, настрой-то. Он сам себе создал такую славу, биографию. Мне говорят, на вас работает ваш авторитет. А я говорю, я на этот авторитет 54 года работал. Поэтому мой авторитет маленько за меня заступается. Ну, все понятно. Спасибо, Христос. Ну, еще как отвечать. Вот мы идем, а там, ну, по линии, по железнодорожной, я прямо около нее жил. И в это время сидят там, гуляют. Увидели, мы идем с женой. Здорово, борода. А жену заела. Бороды свои пообрели, она чужой-то. Я говорю, ты что делаешь? Да ты знаешь, кто сидят-то такие люди-то. А я ему отвечаю, добрый день, безбородые. Они захохотали, все. Ну, маленько-то смотри, не просто лезьте на рожон-то. Где-то промолчать, где-то сказать, где-то с юмором сказать. Ну, все время, конечно, и молись. У меня вещь, я на месте не сидел никогда, у меня опыт большой очень. От края до края Европу, Азию проехали, и новая встреча, милиция, нас задерживали. И милиция лютует на дорогах, а нас даже по-настоящему не оштрафовали нигде. Это ваххабиты, мы с бородами, это уже милиция задержала. А мы, я им несколько слов сказал, подарок дал там им, до свидания. Они нас провожают. Ну, я просто свой опыт передаю. Ну, не надо, как бы нехорошее слово есть такое, у заключенных, не залупайся. Ну, сказали слово, да отступил, брань на вороту не виснет. Ну, что на каждое слово огрызаешься-то? А он меня оскорбил, а меня за всю жизнь никто ни разу не оскорбил. Вот и все. А еще смеешься-то. Все предельно ясно. Ну, ладно. Хорошие вопросы, приятно отвечать. Ого. Все. Что такое? Наверное, на молитву уже, да? Спасибо. Остановися, ковоисиное, благо и ковояржище, прескоблаженную и преми-порошею, и Матерь Бога, нашего, честнейшую, хирургин, и славнейшую, без сравнения, с терраслью, без искрения, Бога, слово рожьую, сущую, благородной, суть, священниками. Владимир, Священник, милую, подавленную, и славнейшую, с целью, Господи, Боже наш, любящий наш Отец небесный, мы просим, во имя Иисуса Христа, услыши, Ты сам сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Мы желаем, чтобы все наши родственники получили рождение свыше, и чтобы мы все были водимы Духом Божиим. Возвысь святую православную веру, благослови патриархов, епископов, священников. Господи, дай им духовное рождение. Умиротвори враждующих против нас, примири их с нами, и в судный день не помяни их грехов. Как много ты нам снова сказал в воскресный день. Слава тебе за эту чудную память твоей победы, воскресный день. Приготовь нас, чтобы мы вошли, довольные всем, не робчащие великий пост, и с радостью встретили славное, единое Христово воскресенье. Тебе, Боже, хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сергей, к тебе отрок-то пришел, нет? Нет, он сказал, здесь останется. Да, я думаю, кто-то пришел. Ну ладно, Сережа, благодарю тебя за все. Я тебе, дальше, вопрос-то задал людям, говорю, Сережа, как считаете, глубокая вера или нет-то? Вопроса-то не было. Я хотел это и сказать. Вот когда ты где-то что-то не споришь, принимаешь, у тебя это сильно получается. Ты даже сам не знаешь. Молись об этом таланте. Ты вот услышал, ты мгновенно это все схватываешь и передаешь. Это показывает душу ненадменную. Такой был Отец Александр Пивоваров. Едем в храм, а у него кандидат богословских наук, проповедник Божьей милости. И меня спрашивают, вот на сегодняшний Евангелие, вы какую проповедь сказали? А едем в троллейбусе в Новосибирске. Ну я и дорогу еду и говорю, как бы проповедь. Он выходит, все то же самое говорит. Кто слышал, скажет, да к чему он повторяет слова такого-то? А он никогда на это не смотрел. Я не боюсь сказать. Вот сегодня говорили, я называю. Кто это сказал? Ну что, со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа на свободе тюрьма. Кто сказал так? Вырвись в сознание людей Евангелие, и на место его будет зияющая смертельная рана. Это все сказал Владимир Филимонович Марцинковский, профессор, который был православным, но ушел в протестантизм. Вот. И ты услышал, а ты сегодня уже опять гляжу, повторяешь. Это большое достояние для человека, который не боится повторить и не считает от себя за унижение. Я же сказал сегодня, щенгиза, матов, так-то сказал, вот тот-то, тот-то. Это мирские люди сказали. Один говорит, я отвечаю за то, что я сказал. А не за то, что вы их как поняли. А сказал-то человек не совсем христианин. Это любимец Гитлера был. Нитиша. Ну вот все, отключай нас, дорогой. С Богом. С Богом. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Благодарю Романа и всех-всех. Ревекку, кого я вижу тут. Я вижу и Сергея тут на молитву завтра. Сергей, скажи им, когда молимся-то. Отошел, наверное. В 040 Москвы. Милости просим на молитву. Да. А вы по скайпу собираетесь или что? Да, по скайпу. В эту же группу. Сережа. Спасибо, Христос. С Богом. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Слава Христу. Потому что в Москве будет сейчас, я буду ставить на молитву.